Начинаю я запись и, собственно, начинаем мы первый матч, Prelude и Dark Gaming. Да, вот, наверное, наоборот нам показывают Prelude, этот милый полненький парень. Так, пропустил я немного мулиганы и также деки тоже я пропустил, но сейчас наверстаем. Хорошо, если бы нам изменили интерфейс обратно. Ну, так вот, начинаем мы, как я понимаю, Agro Shaman. Турнир идет, ну что, турнир идет, наверное, в стандарте, если честно, вот этот момент я немного упустил. Первый день мы комментируем эти матчи. Напоминаю я вам, что сейчас идут матчи канадского мейджора, турнир MSI EG LX. Турнир, собственно, сейчас идут полуфиналы Винеров. Прилют Dark Gaming первый матч, за этим матчем будет Neability и Tailian. Ну, собственно, про лозеров поговорим позже. Это тоже будут очень интересные матчи, ведь там есть FireBat. А, собственно, это один из немногих игроков, которые здесь, скажем так, раскручены. Медийные парни, за которыми всегда интересно наблюдать. Ну что, у Шамана хороший заход, действительно неплохо удалось с темпом, но существа довольно-таки мягкие. И на третью ману, в принципе, можно и баш отдать. Ну, посмотрим, как здесь разыграет, собственно, Dark Gaming. Задумался он уже, прямо не такой уж и трудный ход. Можно через монетку разыграть, собственно, еще и слэм. Даже решил экономить по полной. Ну, возможно-таки, это и хороший ход. Возможно, выйдет на раннюю потасовку. Их две, и жалеть их будет не стоит. Вернее, можно не жалеть их. Действительно, сейчас потасовка может быть очень удачная. Но пока рановато. Пока рановато. Мы видим, немного отличается Шаман от сборки Ксикса. Напоминаю вам, что сейчас Ксикса покоряет ладар. Вслед за вчерашним концом сезона, сегодня Ксикса браздит просторы и бьет все рекорды. Этот Шаман просто сносит всех на своем пути в этой мете. И если вы сейчас поиграете в ладаре, я думаю, процентов 30 колод, которые вы будете там встречать, это и будут вот эти Шаманы Ксикса. Вот здесь немного другая сборка, поскольку есть уже серебряные всадники. Немного это сдвиг в раш в сторону. Ну, посмотрим. Может быть, это и оправдано. И, собственно, может быть, это и работает. Ну вот, заходит Броул. И шанс на успешный успех для война. В смысле, успешный исход для война. Вполне, вполне себе неплохой. Да, вот. Выживает один из тотемов и практически уничтожает весь стол война. Что делать? Ну и заходит молот Рока. И, на самом деле, это дает еще шансы на победу Шаману. Посмотрим, как ответит контроль войн. Но тут таунт, и этот таунт очень и очень неприятен. С таунтом хватает маны на армор. И, собственно, пробить этот таунт будет сейчас очень непросто. Я думаю, 100% будет разыгран вот этот новый супер... Новое суперсущество. За 4 маны 7.7 по статам. Ну, у многих уже горится этого существа. Мне кажется, на самом деле, можно его и понерфить. Слишком он уж сильный получился. Без преувеличения. 2 маны перегрузки не делают его, на самом деле, слабым. Особенно, особенно в мире, где нет БГХ. Сейчас в мете зайди, и на самом деле БГХ найти, ну, просто практически невозможно. Так что сейчас существа с семью атаками могут чувствовать себя более вальяжные. Поэтому немножечко мета сдвинется в пользу контроль колод. Все-таки разыгрывает ссадника. Неплохой ход, на самом деле. Может быть, он в чем-то и лучше, чем выставить огромное существо. Мог получить легкий подконтроль. С помощью второй казни, например. Или слэма. И, собственно, тогда потерялся темп у шамана. Темп терять сейчас, ну, очень не хочется, потому что есть существа еще в руке. И нужно доигрывать эту игру. Ну что, добирает карты, арморится еще сильнее. Вот такой ход выбрал у нас Даргейминг. Заходит ему в Дарщитом. Вполне себе хороший дроп, на самом-то деле. Так, одну секунду, я прошу прощения. Ошибки влетают в системе. Ну вот теперь уже пошла мощная артиллерия в бой. Есть вторая потасовка, поэтому второй раз она может выйти. Также крайне удачно. Сейчас шаман думает, что все не так плохо. Ведь одна потасовка уже ушла. Шанс на вторую. Слегка меньше, но, как мы видим, потасовка есть. Есть. И она сразу же зашла в бой. И вот что осталось. Остался маленький ворген. И самое неприятное, что заряды в молоте Рока уже закончились. Так что, скорее всего, здесь все-таки шаману не удастся продавить. Посмотрим, посмотрим. Не стоит загадывать. Ну, просто уже восьмая мана. И, собственно, потихонечку... Потихонечку нужно заканчивать. Надеюсь, матчи у нас здесь будут быстрее. Еще бы хотелось увидеть, если честно, новые какие-то интересные колоды, новые изготовки. И, собственно, поближе познакомиться с новой метой. Ну, что, выйдет опять таунт. Нет, все-таки решает сыграть понадежнее, потратить. Шилдслэм. В принципе, он здесь особо пока не нужен. Если что, есть казнь в руке. Собственно, пока все хорошо. У Даргеймена выходит. У нас таунт. Собственно, вообще все прекрасно. Да, есть сейчас тапы у шамана. В принципе, приятно. Но два рэкбайтера это не то, что хочет увидеть здесь шаман. Я в этом уверен. Ох, как неприятно. Вроде и не хочется биться об этого Турена. Не хочется... Я не знаю, Турен это или... Кто на картинке. Но в любом случае, это таунт. Не хочется биться в него. Потому что будет наброс еще трех атак. А это уже будет не очень классно. Не так уж и много осталось жизнью самого шамана. И тут тоже нужно думать о защите. Вот такая неприятная ситуация уже возникла. Думает по максимуму у нас Даргеймен. Ну, я не знаю, что он здесь выдумывает. Потратить два рэкбайтера прямо сейчас. Но, наверное, это не самый лучший ход. Ну, нужно консидерить. Действительно. Коррект плей. Исконсид. Исконсид. Да, вот здесь уже целый набор ходов. Можно через Азерма Смит. Разыграть. Можно было Громышем сыграть. А, или на Верочку сыграть Рагнароссом. Да, в любом случае. Здесь целых 21 хп имеет у нас вар. И поэтому шансов никаких нет. Ну, все. Теперь у нас шаман понял это сам. Ну, игроки на самом деле малоизвестны. Поэтому, я думаю, этот турнир для них очень важен. И чем больше они здесь находятся, тем для них лучше. Они набирают популярность. Вчера игры начинались одна за одной, довольно-таки быстро. Надеюсь, сегодня будет то же самое. Так, ну что, подождем буквально секунд 10. И начнем заново. Сейчас мы попросим, чтобы в паблике сделали ссылку на Twitch, чтобы набрать побольше зрителей. Так, Twitch. Да, довольно-таки большие перерывы матча. Неприятно. Здорово, когда матчи начинаются один за одним. Показывают регалии. Прильют. Про него говорят 16-летний парень. И, собственно, нет HCT поинтов. Ну что, а вот первое место на лане ИТС в 2015 Даргейминг завоевывал. Все-таки есть уже опыт выступления на ланах. Это приятно. Ага, второй матч у нас будет Паладин. И что, и Шаман, получается, еще раз берет своего Шамана. Даргейминг. Видимо, верит в него. Верит, что эта колода очень сильна. На самом деле, я с ним согласен. Сейчас это очень мощная колода. И она может победить практически любой класс. Что довольно-таки важно. Ну что, начинаем. И вот этот новый ROG. Ну, отличается немного от стандартной сборки европейских пабов. Европейского ладора. Тут еще есть и аукционист. Ну, посмотрим. Посмотрим, как у нас сыграет этой колодой. Прилет, получается. Путается у нас интервейс. Я просто сейчас смотрю. Как-то непонятно. Поменяли зачем-то местами. Камеры. Что совсем неладное творят у нас организаторы турнира. Ну да ладно. Чтобы вы не путались, прильют. Это плотный мальчик. Как все его успели окрестить. My boy. Ставит русильвер. Подразменивается. Ну, пока начало. Обычное, собственно, начало. Но единственное, что я уже вижу, что вар midrange. И очень интересно будет посмотреть на такого вара. Всегда интересно смотреть новые карты. Так, немного я пока не разбираюсь в этих новых пузырьках. Знаю, что они очень мощные. Эта лимбярка уже стала довольно-таки известной. Так, как она сейчас очень и очень мощная. Предсмертный хрип у него бросает пузырек. И, собственно, и боевой клич идентичен. Ну что же. Задумался паладин. Ну, возможно, есть над чем задуматься. Кстати, интервейс настолько неправильно показывал, что еще и шамана я здесь не вижу. А предматчу и статистики было показано, что шаман будет. Ну да ладно. В принципе, не важно. Делает у нас миротворец один. Одну единицу атаки для этого легендарного существа. Хорошо вообще было бы засалить его, наверное. Ну да ладно. Здесь, как я понимаю, накидывается поизон. И миротворец идет под контроль. Ну и, собственно, легендарное существо убьет маленького паладинчика. И неплохой, неплохой выход сейчас на шестую ману у Роги. Я думаю, будет сложновато справиться паладину с такой агрессией. Хотя, кто знает, кто знает, там есть пироман, там есть равенство. Даже из маскировки можно будет достать этого аукциониста. Не получится на халяву добрать много карт. Ну, Рога нового образца напоминает она мне очень старых Рог. Тогда, когда игрались вот эти агро-версии первые. Я помню еще, когда мы смотрели первый Близзкон, тогда, вот, кстати, нынешний комментатор играл, собственно, этим агро-архетипом. Все очень удивлялись. Это было как-то очень необычно. Он впускал пирата под оружие, пирата с рывком 2-1 маленького, набрасывал на него 4 катаки и маскировку. Собственно, бил в лицо и ожидал следующего хода. И, по-моему, он проиграл тот матч, но, собственно, задумки вот эти были начальные вполне прикольные. Ну что, сейчас нужно маскироваться, конечно же. Добирать еще одну карту. Вот у нас следующий ход. Я бы, наверное, не советовал ждать паладину. Не стоит аукциониста оставлять. Хотя, на самом деле, там уже целый веер карт. Но, в любом случае, аукционист под маскировкой не самое приятное существо. Да, тем более, предсмертный хрип срабатывает. И появляется Бэйн. Я так понимаю, что в этом паладине будет Энзот. Очень хорошо он здесь заходит. Множество существ с предсмертными хрипами. Необычные эти колоды. Только что закончился у нас другой турнир. Сеульский. Мейджор. И вот там были колоды, довольно-таки популярные, с этим Энзотом. На предсмертных хрипах. Прошу прощения, немного простудился. Ох, непростое решение. Ну, Трусильвер точно нужно отдать под контроль. Вот этого парня. Тамба. Другой вопрос. Что выпустить после? Отдать Селивану? Или же выпустить, может быть, таунт? Или вот это новое существо с огромным количеством статов? Ну, видимо, Селивана и просто Рейнфорс, и пропуск хода. Пока не все неплохо, но глядя сколько на руке у других Дакар, можно с ума сойти. Ну что, я чувствую, это будет тычок. Собственно, и можно и потратить. Да, потрошение. Смотрится неплохо. Селивана быстро умирает. Тут можно будет просто выставить форсира в трэмп. Смотрится это довольно-таки нормально. Ну что, паладинчик маленький просто пойдет в размену. Что за бред? Наверное, нужно уже выпускать вот это огромное существо, просто чтобы иметь что-то на столе. Хорошая, но пустота. Неприятно имеет только предсмертный хрип. Что-то вроде вкусного зомби. Но восстанавливает не 5, а целых 8. Но стоит... Не так много. 5 маны, по-моему. А вот лазерный дракон. Ну что, можно сыграть Талносы и сделать потрошение на 6 урона. Легко подконтролить, заодно похилиться. Не думаю, что здесь пожадничает, да. Ага, не идет в контроль. Вот это уже интересно. Вот это интересно. Не потратил он потрошение. Не знаю, с чем это связано, если честно. Почему? Ну, такое решение принимает... Руж. Рагнарос. Лайт Лорд. Еще одна карта, которая зашла паладином. Просто прекрасно. Хилит на очень большое количество здоровья. Может, может он зайти очень успешно и очень эффектно. Опять же, на том Тсиольском турнире, о котором я уже сегодня говорил заранее. Вернее, ранее. В одном из матчей, по-моему, полуфинала, этот Рагнарос выиграл партию против Фриза. Игрался матч. И вот он зашел просто прекрасно. У Фриза нет никаких ремувелов на 8 единиц здоровья. Поэтому трудновато избавляться от таких мощных существ. Ну и здесь, собственно, тоже не уничтожается существо, а только тапается. Так что шанс, что оно выйдет еще раз, вполне себе большой. Раздумывает. Ну, в любом случае, колода сейчас крутится. Вполне себе все неплохо. Ну что, Execute сейчас в это существо большое. Ну, тогда я так и не могу понять, если честно, почему нельзя было это потрошение потратить раньше. Почему тогда нужно было просто сыграть под контроль маленького моба. Видимо, здесь уже вот делает финальную маскировку. И хочет выходить в летал. 8, 9, 10, 11 урона сейчас. Получается. Ружа. И одно потрошение. Это 5, 16. 16 плюс 4. Мало, пока мало. Тут не выйдет. Единственное, что можно надеяться на урон с... Хотя... Сейчас показали оружие. Я не видел, сколько там наброшено яда. Там сейчас 3 атаки или сколько. Может быть, уже и хватает. Так, опять, извините, пожалуйста, у меня ошибки. Ничего не могу делать с этой программой. Ооо, разбивает оружие. Да, неприятно, неприятно. Даргейминг расстроен. Действительно, пытался он выйти в нужный ему урон. Ага. Сапает, собственно, в таунт. Неприятно ему здесь его видеть. Ну что, здесь уже, да, действительно, можно накинуть урон. Сейчас и веер зайдет здесь очень неплохо. Ну, посмотрим. Может быть, еще и добор. Может, еще коллблот зайдет. Снова. Вот и второй коллблот. Думаю, он тоже сейчас пойдет в бой. Это уже получается 12 плюс... Плюс 4. Это 16. Даггер. И, собственно, летал, да? Насколько я понимаю. Да, все очень и очень четко. Урон в урон. Молодец. Очень крутую коллоду показывает нам Даргейминг. И вот сейчас я доволен, действительно, наряду с такими игроками, как Мистер Ягуд. Вот они пропагандируют у нас ружей. Всегда были ярыми любители именно этого класса. Действительно, мощная игра. Да, очень классно. И эта партия становится все интереснее и интереснее. Честно говоря. Так, одну секунду. Устанавливаем все проги. Сегодня у нас большая беда, на самом деле, в студии. Пропадает интернет постоянно. Добавляем все проги. Продолжение следует... Так, ну что, не начинается у нас пока партия, все же долгие перерывы, зачем игрокам разрешать так долго пикать, ну, видимо, по просьбе организаторов, но я уже немного не верю вот этим, вот этой сетке, по идее сейчас лог на лога, и интересно будет за этим посмотреть, наверное, мирроматчи всегда являются, если это будет, разумеется, мирроматч по архетипам, являются одним из самых показательных. Хорошие игроки должны быть готовы всегда встретить миррор оппонента, не знать все уловки. Ну, видимо, абсолютно непонятно, почему она показывает двух варлоков вначале. Пытаются, видимо, запутать нас. Ну, молодцы, молодцы. Так, ну что, туннельный трог. Тайное знание. Думхаммер. Ну что, трога можно оставить, остальное, собственно, абсолютно не нужно. Опять берет своего паладина. Не самый худший заход сейчас у шамана. На самом-то деле, есть кривая маны, вплоть до третьего хода. Дальше нужно будет поймать еще что-нибудь за две маны, чтобы смотрелось все идеально. Да, действительно, это существо. 7-7 выглядит овер-пауэр. Сейчас без БГХ, даже не знаю. Если бы БГХ оставили за три маны, я думаю, многие колоды бы превратились просто в колоды, в которых лежит всегда два БГХ. Ну, что поделать. Сейчас он стоит пять маны и не вмещается. Ну, есть сейчас ауты, можно разыграть или волков. И в тем самым выйти в, собственно, в этот мощнейший, в эту мощнейшую карту. Опять у нас лагает интернет, ну как так. Вот, пироман выходит. Пироман, собственно, эквивалити. И стол, как я понимаю, очищен. Ну, что поделать. Действительно, неплохо. Даргеймин опять недоволен, улыбается он. Ну, а что он ожидал? В принципе, все честно. Ну что, придется сделать, как я понимаю, просто. Тотем и призывается Тотем со статами 1-1. Ну что, можно Думсейра выставить на упреждение. Можно пойти в Тем, выставить вот этот новый. Вот это новое существо. За 4 маны 1-1. Но предспертный хрип вызывает существо 5-5. Классное существо. Очень классное. Сейчас потихонечку игроки начинают понимать его истинную мощь. И что и говорить. Используется оно уже в многих колодах. Я пару ружей видел на хрипах. В общем, все, что касается колодок, где есть НЗОД. Ох, опять неприятно. Ну, сейчас не хочется тратить аж 2 каста просто для того, чтобы убить Думсейра. Разумеется, это делать нельзя. Так что второй Тотем. Абсолютно просто так. И в лицо. Угу. Ну, держит темп. Держит темп у нас паладин. В принципе, шансы победить у него очень и очень неплохие в этой партии. Посмотрим, зайдут ли дополнительные хилы. А вот на восьмой ход будет Тиреон. И там, если не будет Сайленса, будет совсем туго. Угу. Сейчас, наверное, будет под контроль одного волка. И кода выйдет очень и очень неплохо. Ну, скорее всего, я бы подконтролил, потому что неплохо было бы убить существо 2-1 с баблом. Неприятное оно. Ну, нет. Сразу разыгрывает. Видимо, не было целью прелюда убить именно Серебряного Садника. По мне, странноватый выбор. Ну, да ладно. Садник намного сильнее смотрится, чем существует 2-3 с Таунтом. Еще раз прошу прощения. Вот. Опять выходит безликий. Мощно, конечно, но уже сейчас. Немножечко поздновато. Жалко, нет миротворца. Сейчас бы он зашел очень и очень кстати. Ну, есть опция выставить, например, Таунт. Таунт, но Таунт может не защитить надолго. Даргейминг играет агрессивного шамана, в котором много кастов. И там, если Таунт быстро порвется, то может залететь огромное количество урона в лицо. В том числе от этого безликого. Ну, все. Был под контроль хода. Выставить ли сейчас Думсейра? Не знаю, есть ли в этом смысл. Можно, в принципе, сделать рейнфорс. Или выставить еще одного пироманта. Если уже нужны статы на столе. А их достаточно 4-4. Вполне себе неплохо. Ну, что здесь по демагу. 10 урона. И, собственно, практически хватает. Налетал. Я не знаю, какая здесь будет абсолютно правильная игра. Наверное, стоит поймать тотем с заклинаниями. И дальше попробовать нас память в лицо. Да, что-нибудь вроде как лаву кинуть в лицо. И если будет ответ Тирион, то шаману удастся здесь выиграть. Ну что, посмотрим. Я думаю, Тирион здесь будет смотреться вполне очевидным ходом. И посмотрим, возьмет ли, прильет Трусильвер только ради того, чтобы похилиться. Ну, если, разумеется, не зайдут какие-нибудь мощные топ-деки вроде Рогнороса. Или какого-то прямого подхила. Есть каст. Мы не забываем за 0 маны новый. Который хилит на удвоенное количество от кристаллов маны. Сумасшедший каст, на самом деле. И заходит Смирение. Ну и вот он. Вот на тот момент истины. Что же сейчас делает прильют? Напоминаю вам, что сейчас в руке у шамана ровно 13 урона. А вот и... Ну что? Да, действительно проигрывает. Прильют. Поздравляем даргейминга. Выжил он и смог он все-таки перебороть этого паладина на хилах. Да, посчитал, что ему хватает урона. Ой, в смысле хватает маны даже. Если выпадет не тот тотем, который нужно. Да, выпадает, в принципе, тот, что нужно. Ну, пускай приют понервничает. Подумает, что топ-декнуло. Может быть, это выведет его за равновесие. Кто знает, кто знает. Всякое может быть. Ох, стора у нас. ВК запущены. Ну что, 2-1. 2-1. И мы, на самом деле, близки к... На развязке этого матча... Буквально 30 секунд перерыв. И мы, на самом деле, близки к... ... ... ... ... Ну что, теперь я точно не верю вот этим показаниям, что там Варлок, что там Паладин. Ну, то, что Варлок уже, скорее всего, абсолютно точно, а вот Паладин, кто знает, может быть, что-то будет другое. Сейчас мы это увидим. Все разы, которые нам показывали, вот тут предварительный пик, все были ошибочными. Ну, может быть, там кто-то не понимает. Да, все-таки это не Варлок. А, нет, там показали Паладина, но я немножечко пропустил, точнее, подзабыл. Ну, что, Зулок, Зулок. Ох, эти Агроколоды. Если честно, вот с самого начала я не стал любителем этой сумасшедшей Агроколод Агро на турнирах. Ну, это же не круто, здесь не показывается скилл. Нельзя оценить игрока, насколько он хорош, насколько он умеет думать, насколько он сможет правильно анализировать ситуацию. Ну, некрасивая эта игра, в которой вот так все идет в лицо, вот так все выкинуть на стол. Ну, в Зулоке, может быть, где-то нужно продумать. И то, вот мне нравятся люди, которые говорят, сейчас мы задумаем, тут Зулок очень классная колода, тут нужно думать, тут нужно анализировать. Ну, на самом деле, практически нечего там думать зачастую. Просто нужно подсчитать, ну вот, в новом Зулоке под гиганта своего выпустить существа. Нужно держать всегда темп стола, собственно, и просчитывать всегда урон, вероятный, который может залететь, ну и так далее. Это сделать не так уж и сложно, есть колода намного и намного посложнее. Ну, вот сейчас, кстати, можно разыграть этот новый каст. В принципе, такой а-ля призыв в бой паладина. Нет, ну, Волк смотрится действительно слабо. Волк, который выходит на стол, когда стоит одно существо 1-1, это слабовато. Сейчас намного сильнее смотрится этот ход, выставить трех существ, скажем так, трех токенов. Да, да, четвертый ход. Да, неприятно. Да, там есть пироманты. Да, там есть освещение. Но, в любом случае, освещение может и сейчас быть отдано. Ну, слабо. Не делает ты на стол аргейминг, как по мне, слабовато. И тем более, когда у тебя на столе лежит 4 токена, то этот Волк может выйти и убить существо аж с 8 единицами ХП. А это намного-намного важнее и сильнее. Плюс, ну, потратит он сейчас освещение не такой уж и плохой, скажем так, освещение-приемник. Получился бы. Задумался на четвертую ману паладин. Ну что, освещение смотрится, на самом деле, очевидно. Но задумывается у нас. Прильют, наверное, думает, как бы сэкономить. Ох, экономит. Что поделать? Играет он Reinforce. Ну, на самом деле, освещение действительно может пригодиться позже. Есть аж 2. Да, конечно же, нужно подконтролить существом 2-2. Есть 2 равенства. Их немножечко... Вообще жалко немножечко их разыгрывать, но да ладно, все-таки так отпускает темп паладин. Видимо, уверен в том, что сможет захилиться. Неужели новый Рагнарос внушает в него эту уверенность? Ну, посмотрим. По мне, это был немножечко... Нет, не то, чтобы это был неправильный ход. Скорее всего, это... Сложный ход. Вот так. Тут нужно посчитать, как... Где value будет больше, как раньше было в покере. Когда я играл. Считаешь value и нормально. Кто знает. Возможно, действительно не стоило тратить освещение. Потому что, все-таки, 2 равенства есть у... Паладина. Ну, собственно, к ним были и 2 освещения. Ну, вот заходит пиромант. Пиромант все немножечко меняет. Идет освещение. И вот здесь останется... Да никого не останется. Ага, нет, все-таки останется маленький токен. Думал я, что эта механика сработает после. Но, оказывается, не тут-то мыло. Новое существо. Имбовое абсолютно. 3 плюс 3 импа. И у этого существа за 3 маны, оказывается, в ту же минуту уже 4-5. И огромные перспективы в развитии. Тоже новое имбовое существо. Собственно, сделала она новый архетип для Зоолока. Второй, третий дроп, грубо говоря, сильный появляется у Зоолока. Раньше это был только ганг-босс, а теперь вот еще и... Тут новый парень. Да, теперь уже нужно потратить и освещение, и равенство. Есть еще одно равенство в руке паладина. Но только как он его использовать будет, я, если честно, сейчас не до конца понимаю. Один пиромант ушел, два освещения ушли. Стопал есть второй пиромант. Это железно. Без него в разведку идти нельзя. Но вот как это все будет, непонятно. Есть подхил, вполне это приятно, но нужно сейчас или подконтролить Брана, что очень важно сейчас, действительно очень важно, или выпускать что-то мощное. А мощное здесь это Рагнарос. Была бы девятая мана, хорошо было бы сыграть существо за 5 маны. И, собственно, Трусильвер, который стоит 4, получилось бы 9, и, собственно, Бран бы умер. Ага, ну вообще самый, по-моему, дурной ход, который здесь можно придумать. И не берет темп, и просто добирает в руку непонятные существа. Ну зачем это нужно делать? То есть, ну не хочешь ты делать темп, ну очень странно. Бран остается на столе, а это немного необычно. Ага, какие-то проблемы случились у Даргейминга. Надеюсь, ничего серьезного, и он сможет завершить эту партию. На самом деле, я был бы рад, если бы он закончил сейчас этот матч. Ну, видимо, какая-то проблема именно в программе. Может быть, проблема с компьютером, потому что сейчас не думает Даргейминга. И, собственно, помощник, администратор что-то делает. Интересно, успеет ли за 90 секунд справиться со своей задачей в Харстоне со временем. Беда. И вот пошел Фитиль. Ну что, переигровка. Очень неприятно было бы. Хотя, не знаю. Шаман, я не могу сказать, что... В смысле, Паладин здесь играл великолепно. У него теперь слабо выраженный АУЕ потенциал. Есть равенство, но... Нет, дополнительные подкрутки. Хотя есть мощные существа. Ну, видимо, что-то случилось. Видимо, что-то случилось. Что, Перик, давайте послушаем комментаторов, что они скажут на этот счет. Ну, я думаю... Может, Паладин здесь не было по-заду, что они имеют какую-то, что они имеют вижу. Я думаю, что здесь нет. Но это также очень, как они имеютorrhage. Да, он ещё бы даже Opera. Чехолный. И еще не могу сказать, что они имеютanes, что они у них здесь не todas. Да, не имеет то, что мы можем сделать это. greeted. Да. Помню, что это было. Ну, мы можем сделать это будет. И, если вы можете сделать это повторюсь, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, запускается игра, как-то все долго, все долго здесь у них... Ну что, можно поговорить немножко, наверное, о турнире. Турнир довольно-таки серьезный. Аж 10 тысяч долларов призовых, плюс T-Major. И, помимо призовых, что немаловажно, победитель получит аж 15 очков близпоинтов. Это очень-очень важно. Особенно сейчас, в конце сезона, когда каждое очко может решить практически все. Ну, теперь заход не такой уж и плохой у Zulok'a. Ну, у паладина все еще есть освещение. Конечно же, он, наверное, его оставит. Пироманта оставлять в руке не захотел. Ну, не самый худший заход. Интересно, оставляет два первых дропа у нас. Даргейм. Ну, такая себе ситуация. Видимо, посчитал, что вот этот бешеный крестьянин неплохо будет смотреться после второго хода на третью ману. Но не знаю, чем он хорош. Я бы его, скорее всего, заменил. Ну, что, Бран. Кинжал попадает. Все нормально. Ну, что, будет ли через монетку разыгрывать сейчас трусильвер? Наверное, это самый важный вопрос. Да, трусильвер все-таки берется в руки. И таун погибает. На следующий ход, скорее всего, очередь Брана. Ну, что, зайдет что-нибудь с боевым ключом? Какой-нибудь... Нет, не флейм имп. Хорошо было бы увидеть что-то вроде Аргуса сейчас. Ну, или раскопку. Ну, как-то странно. Зачем сейчас тапаться? Почему бы не сыграть просто вот этот чудо-веер из четырех существ? То есть, чудо-веер из четырех существ выглядит здесь не очень. А вот на спамить импа под двойным боевым ключом себе в лицо. Это нормально. Ну, не знаю. Этот веер стоил бы те же четыре карты. Создал он бы столько же абсолютно по статам... Ну, столько же статов, даже на одно здоровье больше, потому что было бы на два существа больше. Ну, и, собственно, и четыре кинжала бы еще залетели в лицо. Ну, просто необъяснимая игра. Возможно, он хотел оставить это под гигантов. Ну, это очень-очень странно. Ну, что, действительно, вот это новое существо. Я обязательно нужно сейчас разыгрывать двух импов, чтобы получило три атаки. Вот это милое существо. Дальше уже будет четыре существа на столе. И можно надеяться на шестиманные гиганты на следующий ход. Ну, если, разумеется, не будет никакого под контролем. А на это шанс есть. Нет, все-таки посчитал у нас золок, что здесь тап намного круче смотрится. Не создает никакого темпа, на самом деле, действительно, не торопится никуда. Золок считает, что он может и в конце, и в позднем мидгейме побороться с паладином. Ну, не знаю, по мне это как минимум неправильно. Какой может быть мидгейм против такого тяжелого паладина? Там сейчас выйдет это существо 6-6. И что скажет в ответ сейчас Дарк Гейминг? Да ничего. Даже сейчас трудновато. Справиться с этим другом 6-6. Просто сумасшедший. Просто там это смотрится невероятно сильно. Не знаю, Дарк Гейминг... Меня все, если честно, немножечко колотит от его игры. Не понимаю я некоторые его мовы. А теперь даже непонятно, как разыграть, собственно, следующие свои ходы. Ну вот, да, 5 щупалец. И, наверное, нужно идти в размен. Оставлять это существо 6-5, ну, как минимум, не очень. Может выйти что угодно. Может выйти тот же пиромант, выйти миротворец. И, собственно, темп полностью будет потерян. И от этого уже будет отталкиваться очень трудно. А пиромант, мы видим, что он есть в руке паладина. Он 100% выйдет. И этих щупалец на следующий ход Зоулок не увидит. Так что дешевых гигантов не будет. Ну что, можно сделать хилл сейчас на 8. А можно вызвать Думсейра еще. Ну, нет, наверное, я бы тоже не вызвал Думсейра. Не очень это смотрится. Все-таки 3-1 пиромант сейчас еще есть. Остали хоть какие-то никакие статы. Но вот, добор я бы все-таки делал. Он бесплатный. И к черту этого пироманта. Ну вот, решил оставить. Ага, Арчерка заходит не так плохо. Возможно, ее можно взять. И Гармока просто на темп. Нужны сейчас существа Зоулоку очень срочно. Вот заходит второй Трусильвер. Да, по игре все неплохо у паладина. Справляется он с любыми угрозами, которые отдает ему Зоулок. И действительно, у Зоулока не заход. Два гиганта, вот этих мощнейших, тяжеленных, которые стоят на столе. Мешают они. Хотелось бы их увидеть попозднее. Ну или при других обстоятельствах, разумеется, где не чистят стол пироманта. Идет под контроль. Очевидно, отличный ход. Ага, ну что же здесь? Голая Сильвана, собственно, с Рейнфорс. Или сразу же Террион. Посмотрим, что выберет. Паладин. Мне нравится больше играть несчастные здесь. Сильваны, потому что Террион может, собственно, и как-то погибнуть. У нас Сильвана стоит как надо. Хотя, не знаю. Тут двоякая ситуация. Может и наспамится стол. Ну, в перспективе. И там не факт, что уйдет именно гигант. Ну что? Нужно спамить. Нужно спамить Бабл. Разбить сейчас. Даже не знаю, хорошая ли это идея. Скорее всего, конечно же, нет. Можно разыграть Сквайра. И накинуть. Аргуса. Ну или Ганг Босса. И накинуть Аргуса. Что там из этих двух вариантов? А можно сыграть Сквайра. И накинуть Аргуса в таунт. Только на Сквайра. Или только на Ганг Босса, например. Не задевая при этом гиганта. Как-то так. Посмотрим, как разыграет. Да, так он и делает. Неплохая игра. Собственно, гигант останется с большей вероятностью целым. Ну что, Бабл разбивается. Ганг Босса, очевидно. И, наверное, сначала нужно разыграть Кода. Действительно. Неприятно было бы убить маленького импа вместо Кода. Посмотрим, что за Добор. Хотя, может быть, сейчас и был смысл наспамить побольше существ. Вот это новое существо 1-1 за 4 маны. Сейчас бы лучше смотрелось на столе. Но посчитал, что Добор тоже нужен. В конце концов, так оно и есть. Действительно, нужно сейчас будет справляться с двумя гигантами. Через таун, причем. Хотелось бы поймать сейчас или освещение, или же какой-то шальной пиромант. И это возложение рук. Ну, неприятно пока. Ну что, наверное, можно здесь сыграть Миротворца Алдоров. Какой-нибудь Сильвано, возможно. Непростая ситуация. Ну, не то, чтобы она непростая, но нет очевидного хода, скажем так. Нет очевидного хода, и поэтому задумываются у нас паладин. Идет под контроль. Еще и Кода. Подбивает, да. Сильвано, собственно, ход, который мы сразу же и выдали. Не думая. Ну, как бы обойти здесь Сильвано? Возможно, есть смысл сейчас продумать какой-то размен здесь успешный. Есть вариант отдать существу 1-3 только. Ну, то есть разменяться сначала гигантом в Миротворца, например, или же в Кода. И дальше всеми остальными существами упереться в Сильвану и отдать существу 1-3. Неплохо это смотрится. А дальше можно разыграть и волка. Вот этот новый, этот новое существо, я не знаю, как он называется. Ну, нет, разыгрывает его сразу. Ну, что хочет, наверное, чтобы ушло что-то другое. Посмотрим, посмотрим, неоднозначно. Ага, хочет вообще Сильвану проигнорировать. Считает, что уже пора идти в Абанк. Может быть, отчасти он и прав. Может быть, и прав. Ну, посмотрим. Ага, равенство приходит. Второе. Наверное, здесь есть смысл сыграть возложение рук. Посмотреть, что же там зайдет. Так, в Волите здесь, собственно, смысла особого нет. Тут и так существа могут пробиться через любое существо оппонента. Ого, Инзод заходит. Ну, дальше, да. Будет все сложнее и сложнее. Ну, что, полностью все под контроль. Под контроль этим волкам, под контроль этим. Большого Гиганта. Я не знаю, есть ли смысл отдавать сейчас Сильвану. Возможно, Сильвану нужно удариться. Вот это новое существо 2-5. Это будет правильной, наверное, игрой. Ну, теперь уже непонятно. Хотя можно Смирение 2-ое сыграть на 2-го Гиганта и, собственно, вообще забыть. Да. Ага. Нет, разбивается именно Сильван. И в надежде украсть какое-то что-то. Ну, ворует 1-8. Не знаю, в этом есть какой-то глубокий сакральный смысл. Но, да ладно. Боится, возможно, поймать Сайленс. Ну, сыграть на верочку, скажем так. Пытается у нас Паладин. За улоку в любом случае уже нужно сдаваться. Никаких аутов, я думаю, уже не предвидится. Какой-нибудь Шануэлли Рой, который, возможно, у него есть в колоде, может быть и выскочит. Но какой в этом смысл, когда... Уже все поздно. Ну что, выйдем? Мы сейчас Инзота. Я думаю, скорее всего, да. Инзот. Был ли там какой-то таунт? Я не помню, если честно, но уже партия так долго длится. А, неплохо было бы Волка, наверное, убить. Но он оцелен на Аргуса. Да, полный подразмер. Я бы тоже пошел в полный размен. Не захотел бы оставлять этого Сквайра на столе. Ага. Что, Добор? Добор получается бесплатный, насколько я понимаю. И Инзот. Инзот воскресит аж три существа. И Сильвану. И, что самое главное, Тиреона. Как-то я совсем забыл про него, что он тоже у нас с предсмертным хрипом. Ну что, GG. 2-2. 2-2. И эта партия... Ну, если честно, вижу я много каких-то недоигровок. Какой-то ход недодуман. Куда спешат игроки? Особенно господин Дарк Гейминг. Непонятно, если честно. Вот такие маленькие недоотыгрыши. Где-то... Ну, даже потерять там один урон. Или там не добить. Или что-то. Все-таки это складывается одно к одному. Нужно быть полностью внимательным. Особенно на таких крупных турнирах. Тем более, игроки вы еще не раскручены. Не имеете популярности. То есть, попасть вам на этот турнир, скорее всего, было очень и очень трудно. И вы приложили к этому огромное количество усилий. И вот сейчас просто прийти и быть такими расхлябанными, конечно же, нельзя. Конечно же, нельзя. Нужно собраться. Счет 2-2. Самое время собраться. То есть, больше тянуть нельзя. Ну и вот теперь... Теперь нас система точно не обманет. Два действительно варлока мы увидим сейчас. Зулок. Вот только против какого варлока прелюда? Я вот, если честно, не видел раньше его матчей. Поэтому сказать не могу. Ну что, опять система сломалась? Подзывает, по-моему, администратора. Ну что, действительно, опять какие-то неполадки, поломки. Как же долго длится у нас первый матч. С ума сойти. Продолжение следует... Ну, крайне неприятно, когда на таком турнире происходят вот такие неполадки. Ну, как так, как так. Ну, секунду, извините, это мой скайп. Ну что, последняя партия начинается. И здесь тоже играет кода. Ну, видимо, этот парень любитель кода. Даже в своем Рено Локе держит одну версию такой карты. Необычно, необычно, действительно. Но в остальном пока претензий нет. Единственное, что мы пока успели понять, что это Рено с комбо. Причем комбо на Лероя. Ну, в принципе, комбо на Големе мы уже не увидим, так как этот турнир проходит в стандарте. Здесь берет таунт. Неплохо. Второй Дарк Пэддлер в ответ. Сейчас нужно, нужно набрать темп всеми возможными способами. Меняться Пэддлером, наверное, не лучшее решение сейчас. Скорее всего, нужно вызывать импан и ставить вот этот новый приобретенный таунт на месте Даргеймена, конечно. Кстати, достал щупальца. Сейчас приют. Это очень-очень круто, если так задуматься. Против вот этого нового распама щупалец Даргеймена. Вот это существо за одну маной, которая сделает веер. То есть полную раскрутку. Смотрится вполне круто. Я думаю, даже сейчас отдавать это существо не так круто. Но все же решает, что по мане сыграть здесь вполне себе неплохо. Именно его. Ну, думаю, сейчас будет быстрый размен. Это существо долго не проживет. Видит опасность в нем Даргейминг. Это очевидно. И вот здесь, наверное, стоит подумать. Сейчас 100% нужно юзать вот этот новый распам щупалец. Будет 4 существа на столе. Нет, все-таки решает его приберечь. Ну, такое ситуативное заклинание. На самом деле, в многочисленных европейских сборках данной колоды, ну, я просто смотрел матчи буквально в конце сезона вот так у своих друзей, которые играли именно на этой колоде. Кладут они одну копию. Одну копию этой карты. Так как они считают, что действительно она очень и очень ситуативна может оказаться. И в начале она не так хороша, когда она может вызвать всего лишь там 2-3 щупальца на второй ход. Ну, собственно, я слабовато. Так что, может быть, и 2 карты такие в колоде, это чересчур много. Ну что, 6 атаки, но выставлять Думсейра сейчас немного неприятно. Возможно, действительно, можно отдать вот эту волну огня, не жалеть. Почему бы и нет? Много существ сейчас. Не стоит играть судьбой, как говорится, к черту. Мы знаем, что там в руке Dark Game могут оказаться гиганты. Сейчас они и есть. Собственно, главное, что это знает, прильют и разыгрывает он все очень и очень качественно. Я думаю, сейчас отдаст он второй АОЕ и выставит Думсейра на упреждение. А дальше, собственно, игра должна пойти. Просто выставляет Думсейра, решает, что не особо нужно. Ага. Такой небольшой риск, скажем так. Пока всего лишь 6 урона, и если кинжалы не полетят туда, куда нужно, а была всего лишь еще одна попытка кинжала, то есть 33%, что сейчас мог бы быть абсолютный крах. Сейф. Спасся у нас Dark Gaming. Ну и АОЕ никуда не ушло за 3 маны. Единственное, что если бы она была разыграна на прошлый ход, был бы сейчас абсолютный темп. А теперь на столе у прильюта ничего не будет. То есть так темп ему не удалось захватить. Нужно делать тап, искать какую-то адекватную карту. Наши здесь играть не будут. Здесь играют игроки немного не с нашего дивизиона. Американцы в основном и канадцы. Из известных играет FireBat. Будет играть позже. Он уже в сетке лозеров. Ну что, коды. Коды и пропуск хода. Если говорить в рифму, все равно выйдет здесь гигант, скорее всего, на следующий ход. Ничего с этим не сделать. Ну, на гигант будет ответ гиганта. Ну что? Я бы разыграл сумеречного дракона и потом уже гангбосса. Он решает сделать таунт. Видимо, боится умереть у нас. Прилют. Ну, заходит аргус. Неплохой дроп. Гигант будет стоить уже 3 маны. Сейчас нужно подумать, как поставить аргуса лучше. Все-таки этот гангбосс, ну, просто отвратительный. Сейчас никто из существ на столе золока не будет рад разменяться с этим гангбоссом. Ага, делает тап, чтобы поймать импа. То есть, считает, что не сильно это ему нужен. А, да. Импа же распамится. Это я уже, на самом деле, плавлюсь полностью сегодня. Идет размен стола. Вполне неплохой. И 2 урона лишние в лицо. Нет, Ауиен, но зато есть Рено. Поэтому замена вполне себе неплохая. В принципе, можно и гиганта даже просто съесть. Останется 14 хп. Это не пробить никак. Ну, хотя, если выходит, у нас Лерой перед переполняющей мощью. Это у нас 5, 9, 10, 11. Все равно не хватает. В общем, вполне себе отличный ход. Даргейминг улыбается. Возможно, понимает, что тут тяжеловато уже будет затащить в данной ситуации. Ну что, пора. Время Рено пришло. 4-5 по статам. И полная рука у нас у Прилюда. Все у него очень хорошо. Я сказал, все прекрасно. Ага, гигант. На самом деле, не самый худший здесь дроп. Крестьянина, наверное, нужно разыграть перед гигантом. Рено умрет. Крестьянин здесь зашел как нельзя лучше. Сейчас, если бы хотел разыграть, например, Кода у нас Прилюд, то Кода может и промахнуться. Попасть не в гангбосса, а в Крестьянина. Что Твой Лайт Драгон, я понимаю. И Драгущий БГВХ убивает второго гиганта. Где этот Лерой? Где же он? Приходится размениваться, конечно, и сейчас. Сейчас, насколько я понимаю, 8 урона. И если летал. Да, летал, есть. Даже Лерой. Ну что, Прилюд выигрывает. Прерываемся мы ненадолго, на самом деле. Продолжим мы обозревать этот турнир. Не уходите далеко. Я думаю, минут 15 перерыв у нас есть. обозреваем. До новых встреч. Продолжим мы Продолжение следует...